Девушки отдыхают А вот пульт ты её догнал Мам, ты что, собралась гладить? Так, пойду спрячу свои вещи Да нет, Света нашла в луже, сто рублей Мы с ней договорились, она постирает, я поглажу Моги с этой штукой разобраться, а? Да не вопрос Ой, я в доле Мам, по-моему, утюг сломался Как сломался? Я только вчера им орехи колола Пап, починишь? Опасный момент Передача Удар Гол! Вот это удар, вы видали? Да! Ева, Толян Поздравь меня, только что наши попали Мечом в ворота Поздравляю, только что какой-то урод попал утюгом В лобовое стекло твоей пятёрки Не переживай, малышка Сейчас дядя Толик купит у нас магнитолу с кассеткой И будет тебе новое стекло Вот это вот, подаришь Ленке Женщина ведь любит мягкие игрушки Сейчас Пятьсот рублей На, на, на Убери это чудовище Хочешь, чтоб мне ночью кошмары снились? Ну, подожди, подожди, сейчас У меня есть кое-что, против чего дядя Толик точно не устоит Это я с обезьянкой Ага Свадебная фотка? Дай посмотреть Да нет, это я с настоящей обезьянкой на юге Эта фотка мне обошлась в шестьсот рублей Сто рублей отдал фотографу И пятьсот рублей обезьянка из кармана стырила Класс А сколько стоит? Нисколько я передумал Ну, как хочешь Мне-то всё надоело, я ухожу Не, не, подожди, подожди Сейчас А, вот, вот Вот Почти новые Им всего два раза пользовались Гена, сколько раз тебе говоришь Мне не нужно ничего из твоих замечательных вещей Даже если что-нибудь куплю тебе вряд ли хватит на лобовое стекло А это если ты купишь что-то одно А если ты возьмёшь счёты коня и санки Или печатную машинку вантус и ласты То на лобовое стекло как раз наберётся Ген, у меня идея Комиссионный магазин Не, грабить я не буду Прости, малышка Ген, комиссионный магазин не только грабит Туда сдают вещи Да ладно Кто позарится на эту помойку, если даже тебе ничего не понравилось А твоё золотое кольцо? Ну, обручальное Оно же золотое Толян, ты смерти моей хочешь, а? Дальше никогда не просить мне потерю кольца Даже если я домой вообще приду без руки Гена, вот это я купил в переходе за тридцатку Сможешь отличить? Правда, никакой разницы? Да никакой Ну, на золотом кольце проба стоит Но проба-то внутри А своё кольцо я никогда не снимаю Толян, слушай меня внимательно Потому что то, что я собираюсь сказать Я больше никогда не повторю Ты гений, Толян А дожди тридцатку Продавай обезьёнку Нет, значит нет Фальшивое кольцо, а? А ведь я рискую жизнью Помни об этом, когда будешь глохнуть в мороз Здрасте Слушайте, расскажите А вы деньги за вещи сразу отдаёте? Или надо ждать, пока какой-нибудь придурок их купит? Букин Гена Гол Димон! Димон Штага! Здорово, Родиога! Смотрю Вот болты тоже забросил А-а-а! Я тебя предупреждал Продавцы, типа, последнее дело Чё, хозяин, небось, копейки платит, да? Ну, вообще-то нет Магазин мой, Гена И денег он приносит нормально А-а-а! Ты-то как? Прицел ещё не сбился, а? Ну, скажешь тоже Вчера, знаешь, как красиво забросил Прямо в деветочку То есть, в пятёрочку Не знал, что ты ещё играешь А, я так Для себя Ну, чтоб форму, знаешь, не потерять А так-то у меня магазин свой тоже Только обувной Вот сейчас собираюсь Второй открывать Молодец А ко мне-то что пришёл? А вот хочу кольцо продать А себе новое куплю С бриллиантом Вот с таким За сколько возьмёшь? Ну, давай смотреть Сейчас Зараза, корни пустила Помочь? У меня топор есть Шутка, Ген Плюнь ты на это дело Ещё чего? Давай топор Я тебе говорю, плюнь На палец легче снять будет А, ну это пожалуйста Вот тебе Вот тебе Всю жизнь мне сломала Гена А? Как у тебя оказалось это кольцо? Не знаю Я в ЗАГСе без сознания был Наверное, дашь на наследство А пара к нему есть, Гена? Женское кольцо где? Ну, у моей жены Она вроде как женщина Вот что я тебе скажу, Гена По отдельности эти кольца стоят Как обычные обручалки Могу дать тебе за него штуку Две Ладно, по старой памяти Но У тебя есть возможность взять за него Гораздо больше Смотри, видишь этот знак? Видишь? Где? Что там? За там три шестёрки? Я так и знал Это личная печать Придворного ювелира Петра Первого, Гена Есть у меня один клиент Он давно занимается этими Антикварными штучками Но кольца он возьмёт Только в паре Ни комплектами не интересуется Их на любой парохолке полно Зато отвалит штук сто Гена Не меньше А что это? Если я тебе принесу Дашнее кольцо Я получу сто тысяч Гена ты всегда быстро соображал Я считаю, что одно уже у тебя Одолжи тридцать рублей А тебе твои две штуки Принесёшь кольцо Получишь остальное Гена Если возьмёшь женой Сделаю скидку Я подумаю Свет, ты не знаешь, что там Ромка в ванной Целый час уже сидит? А, это он в интернете какую-то девчонку подцепил И теперь готовится к свиданию Шнурки он вообще три часа выбирал Чё за запах? Фу, Ром, ты чё, перед свиданием Решил всех блок, что ли, вывести? Света Сынок, а, по-моему, одеколон неплохой Только ты зря им голову помыл Можно было просто чуть-чуть побрызгаться А это не одеколон Это новый аромат от парфюмерной линии для мужчин Называется формач Слышь ты, формач, иди окно Открой, а то глаза слезятся А это слезы зависти Соблазнительное сочетание легкого морского бриза С терпким цитрусовым ароматом Сделают вас героем-любовником на любой вечеринке Так что ты плачь, не стесняйся Слушай, а можно я буду плакать от смеха? Ромка забыл, что у него на цитрусовые Аллилуйя! Помнишь, когда он был маленький, что с ним было Когда тетя Лена отзавела сумку с апельсинами Мам, а что со мной было? Вот это! Что? Что с моим лицом? Ромочка, ты не волнуйся, это пройдет Главное, не расчесывай до крови Мам, а разве тогда не распух, как слон? А-а-а! Что это со мной? Точно, распух Дурацкий фармачо, будь он проклят! Блин, это Юля У нас сегодня первое свидание Я похож на генномодифицированный помидор Ромочка, если она тебя любит То пусть принимает таким, какой ты есть А если не любит? А если только собиралась полюбить? Ну как собиралась, так и разберется Здравствуйте, а Рома дома? Конечно дома Куда она пойдет в таком виде? Ой, не обращайте внимания Я плохо вижу А очки уронила перед подъездом И не смогла найти Ромка, тебе повезло Своя телка слепая Не верите? Ну у тебя есть шанс Представляете, сейчас какая-то деваха Так смачно растянулась перед подъездом Очки в одну сторону Супка в другую Туфли в третью Чего? Ой, да, это она Здравствуйте Здравствуйте А вы и есть Рома? Мне, конечно, не везет по жизни Но не настолько О-о-о-о Вон, вот О-о-о Ты такой Толстый Твердый Спортом занимаешься Да Боксом Как Валуев Здорово Я люблю спортсменов Они такие выносливые Да, я такой А ты правда плохо видишь? Ну, только когда на мне очков нет А что, тебе не нравится? А наоборот Это очень хорошо, что ты потеряла очки То есть Хорошо, что ты потеряла очки И пришла к нам Ну, не постеснялась Да я вообще-то не стеснительная Да я тоже Может, пойдем ко мне в комнату? Пойдем Даша А ты свое Обручальное кольцо Никогда не смеешь? Конечно, нет Это святое Символ моих брачных уст Символ моих адских мук Что? Ничего Слушай, а Дай-ка на него Посмотри На, смотри Нет, дай я его сниму Зачем? Ну, просто проверю Снимается или нет Не снимается Я проверяла А зачем Проверяла Если ты никогда Его не снимаешь А? А я Хотела помыть посуду Оно не снялось Вот я и не мою Есть отличный способ Дай сюда Дед, что ты делаешь? Сейчас снимется Мое тоже сначала Не снималось А зачем Ты снимал кольцо? А я А я хотел помыться Оно не снялось Вот я и не моюсь Гена, что ты затеял? Ничего я не затеял Ну-ка быстро признавайся Что за идиотская выходка С кольцом? Идиотская выходка С кольцом-то Точно Даш А давай Поиграем в свадьбу Ты что, рехнулся? Даш, меня это жутко заводит Это обмен кольцами Жених целует невесту Первая мрачная ночь Первая мрачная ночь? Ну, не знаю Ну, давай поиграем Давай, давай, давай Молодые Можете Обменяться Кольцами Подожди Я сейчас Букет принесу Да что ж такое? Гена Это же не твое кольцо В каком смысле? Да оно даже не золотое У него пробы нет Что? На твоем кольце тоже пробы нет Подожди На твоем кольце нет пробы? Ладно, проехали Объявляй нас мужем и женой Все, брачная ночь А вот этот кубок Я выиграл на соревнованиях в Москве А еще Еще У меня грамоты есть Вот Мне их сам Валуев вручил Круто Ты видел Валуева? Ну как он? Ну, крепенький мужичок Даже один раз меня победил Но только один раз Рома, ты такой крутой Тебя сам Валуев победил Да что там Он даже со мной фотографировался О Вот Ух ты, какой он загорелый Ну вообще-то это я Рома Ты такой сексуальный без одежды Как ты могла продать это кольцо? Но ты тоже продал свое У меня была уважительная причина Я утюгом в стекло попал А у меня тоже В пульте от телека Батарейки сели В доме ни копейки Мятую сотку не принимают А тут еще этот иностранец Говорит, у моей бабушки было точно такое Ты хоть понимаешь, сколько денег Я б Мы потеряли, а? Гена, ну не начинай в третий раз Рассказать про печать Петра Первого Ты помнишь, когда это случилось? Помню Сегодня Что? Так я опоздал всего до полдня На полчаса? Что ж ты раньше-то молчала? Как выглядел этот парень? Ты что-то про него знаешь? Ну он симпатичный Это все У него была бабушка О, теперь мы легко его вычислим Бабушка А можете ему позвонить? У тебя что есть, его телефон? А, ну, ну, да Он, это, оставил мне его Ну, если я захочу сходить в кино с ним Или в баню Да, Шуля, я тебя обожаю Давай, звони, звони ему Скорее, звони Алло, здравствуйте, это Даша Я сегодня вам продала кольцо Ну, я тоже Ну, я не знаю В общем, я звоню сказать Что я передумала Муж не одобрил продажу кольца Да, я подменила, как вы сказали Но он заметил Немножечко расстроился Мы готовы вернуть вам ваши деньги Что? Он не хочет продавать кольцо назад Сколько? Что? За маленькое, старинное, никчёмное колечко А вы знаете Вы знаете, что на этом кольце лежит страшное проклятие Любая женщина, которая наденет его Превратится в рыжую бездельницу И угробит вашу жизнь Ладно, мы подумаем Он тоже рассмотрел эту старинную печать Просит сорок штук Ну, что поделаешь Придётся покупать У тебя ничего в гараже не заваляло Что можно продать? Например, твоя машина Думаешь, что говоришь Она столько не стоит Я знаю, где достать деньги Здорово, Толян Дело есть Ладно Покупай осанки Только больше полтинника не проси Мне сложно Надо сорок штук Блин, есть деньги? Может быть и есть Но я сомневаюсь Что она осанки за такие деньги купит Я знаю, поэтому Помоги мне у неё украсть их, а? Взайму Ты предлагаешь мне И ограбить мою собственную жену? Нет, тут такое дело Просто надо сейчас срочно Кое-что купить Чтоб потом кое-что продать С меня пять процентов на вар, а? Имей свой Я безработный, пятнадцать А я продавец обуви Восемь Десять процентов И санки Ладно Сейчас удачное время Лена как раз спит Она точно не проснётся? Точно После секса Лена дрыхнет Как билетёрша в краеведческом музее О, бручальное кольцо Это единственное золото, которое мой прабабушка вывез в эмиграцию Надо же, как интересно Правда, Ген? Двадцать пять И ваше кольцо не просто похож И их, вероятно, сделал один придворный мастер Тридцать восемь Тридцать девять Сорок Вот ваше кольцо Свет, дай мне свой тональный крем Чё, Ромка, наконец дошло, что с девушками у тебя нет шансов? Да, конечно Берегись, теперь все твои парни станут моими Да ладно, чё-то пошутить, что нельзя Зачем тебе мой тональник? Мы сегодня с Юлей встречаемся, а сыпь ещё не до конца спала Волшебное слово Сто рублей В ванной на полке Только смотри, не перепутай, там ещё этот мамин крем от морщин С вытяжкой из кунжута Ой, и из батута Только не это! Вспомнила! Из грейпфрута! Света, ты, Юля, помоги мне! Волшебное слово! Хе-хе-хе Да на! Да и сейчас! Свет, иди, открой дверь И сделай так, чтобы она осталась без очков Как? Ну, Свет, придумай что-нибудь Ты ж умная девочка, давай! Привет! Привет! Проходи! Ой, извини, мои очки Помоги их найти Нашла? Ой, как же ты в них ходишь? Ничего же не видно Ай-яй-яй-яй-яй, Света, ну какая же ты неуклюжая, а? Ром, я опять без очков Так что идти в кино нет смысла Может, тогда пойдем в твою комнату? Угу, точно Другого выхода нет Здорово, Димон! О, Ген, да все нормально Какими судьбами? По делу или так старого друга повидать? Обижаешь Ну, конечно, старого друга повидать Заодно забрать сто тысяч Как в руке? В этой Ай, не угадал? В этой? Ай, опять не угадал, да не парься А то вот здесь вот в кармане Знал бы ты, что стоило мне его добыть О, Ген, за это я могу тебе дать Полторы штуки, не больше Что ты че? Ну какие полторы? Ну это жалло Ало, ну пара моему с печатью, ну А, вот и прошло Да, ты че, забыл? Забыл 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 Позвонить тебе забыл, Ген Ты понимаешь, это обычное кольцо Мне показалось Как показалось? Это же, это то самое кольцо Че? Ген, ты не заводись Понимаешь, ошибочка вышла Ну с кем не бывает Какая ошибочка? Я за это кольцо сорок штук отвалил Я же не знал Извини Ладно Вот тебе Твое кольцо Так, по старой дружбе забирай А с бриллиантом ты себе Следующий раз купишь Когда магазин новый откроешь Ой, Ген Так я не понял, оно что, оно Не стоит сто тысяч? Может сорок? Счастлив, Ген Жене привет О, лошара, а Давно так легко не работал Держи, твоя доля Суть, зачем ты ему кольцо вернул? Оно же вроде золотое Ничего ты не понимаешь, Кирюх В настоящем Мужской друг Ген, ну что ты так переживаешь? Подумаешь, сто штук ему не дали Кольца при нас Стекло ты в пятерку вставил В сорок тысяч вообще были ленинами Все хорошо Воры, негодяи, отдайте мои деньги Леночка, ну я же тебе объяснял Они взяли взаймы И сегодня вернут Правда, Гена? Сядь, успокойся Выпей чайку Не надо меня успокаивать Ты с ними заодно стоять Никто отсюда не выйдет Пока я не получу Назадь свои деньги Леночка, успокойся Абсолютно спокойно Не бойтесь, все под контролем У меня чай со снотворным А у нее бита Леночка, выпей чайку Как ты любишь, с лимоном Да подавись ты своим лимоном С лимоном? Нет Букины у меня заложник Верните деньги Тетя Лена, отпустите ее Юля, не делай резких движений Юля, подожди Это пройдет, Юля Да, Лена-то разозлилась Ген, а ты свою пятерку опять под окном оставил? Зря Лена! Лена, нет! Ух ты! Моя первая заначка На них тогда можно было неделю гулять Я бы гулял, если вспомнил, куда их положил Так вот зачем, Ромке, клей для шин потребовался Надо будет ему сказать, что клей просрочен Поэтому ног не покатаешься Ну где же они? Помоги мне Пожалуйста Направь меня Ген, мне, конечно, очень приятно Но я боюсь, что у Даши будет ревновать Даня, вот что ты здесь стал, как Цветка перед новогодней гирляндой Помогай искать Что искать? Да как что, ты разве не знаешь? Журнал «Большие сиськи» в этом году Проводит свой конкурс у нас В Екатеринбурге Вот бы туда попасть, а? Да попасть-то не проблема Нужно по бюстам определить всех моделей Которые когда-либо снимались до этого журнала Победитель попадает Прямиком в жюри Класс Только это Как их там всех различишь-то? Они все так на одно лицо Точнее на два Ничего У меня есть Небольшая шпаргалка Вот они Вот они Все номера В одном чемодане Моя ж ты прелесть Что это? Что это? Это погибло дело Рук всей моей жизни Что это? Что это? Спасибо, что помог Спасибо Почему, Анжела? Почему? Она же не сентябрь А Вика Хоть что-то значил в моей жизни Вот, Гена Я купил приложение С заданиями для конкурса Доставай скорее свою коллекцию Пора вкушать запретные плоды Я имею ввиду Арбузы Дыньки Ну и пару персиков Из ранних выпусков Что? Похоже, кто-то уже Вкусил их до нас Какая-то зеленая хрень Съела всю Генину коллекцию О, смотри А что это? Какое-то новое химическое оружие? Нет Это старое химическое оружие Генин носок А что же теперь делать-то? Ну, не знаю Может Угадать их Просто так Без журналов Сколько там этих сисек-то? Ну, миллион Не миллион А как минимум Три миллиона Жаль, что у меня не было Такой энциклопедии в школе Ого Еле на разворот поместилось И это только правое Вероника Двадцать два года Любит клубнику Билан и конный спорт Не любит целоваться Считает лишние траты времени А это кто? Мариэта Двадцать пять лет Читает, что деньги в жизни не главное Любит бриллианты И смотрит на звезды Через люк к лимузею Ена, соберись Осталось всего две Четыре Ну, в смысле Два раза угадать Давай Ольга В одиннадцать лет У неё был первый А в двадцать два года Второй размер Боится дожить до шестидесяти шести? Да Давай Ип Не помню Подожди Не помню Но я где-то их видел Где-то я их видел Не помню Очень-очень давно Я где-то их видел Очень давно Ну, может, это твоя первая учительница Твоя первая учительница Весила сто пятьдесят килограмм И бюстом могла сваи заколачивать Если бы я её увидел в больших сиськах Я бы осле Это кто-то другой Ладно, побежали подавать заявку На конкурс Может, по дороге вспомнишь Давай-давай Понимаешь У нас с Геной Почти месяц не было этого А? Чего этого? Вот этого Его пистик Не интересуется моей тычинкой А что, Даша, прости Какое печенье? Да какое печенье Его Россия Не хочет Входить в моё ВТО А, то есть ты имеешь в виду Что его рабочий Не стоит рядом с твоей колхозницей Ну, наконец-то дошло Я перед ним И так кручусь И эдак И в спальне А он на меня смотрит Как на одетую Послушай, Даша Каждый мужчина Хочет видеть в женщине то Что пробуждает его фантазию У Гены пробуждается фантазия Когда он хочет поковырять в ухе И не знает чем Ладно, Даша Ну скажи Когда у вас с Геной был Самый романтичный секс? Ну, в каких-то необычных местах Так Когда Гена уронил за диван орешек Полез его доставать И его придавила Пойдёт? Нет Ну, хорошо Ванной на полу Во Гена скрутила радикулит И он не мог пошевелиться Даша, у тебя есть какие-нибудь нормальные примеры? Вспомнила На выпускном Вот Одень своё старое выпускное платье Ну или такое же Но на два размера больше И когда Гена Увидит тебя в этом платье Это сразу пробудит В нём воспоминания молодости И былую страсть Когда Гена Увидит меня в выпускном платье Это сразу пробудит В нём воспоминания О его драке с физруком Гена Ты, конечно Монстр Хоть и не вспомнил Последнюю девушку Никто и половины Твоих ответов не дал Как? Как у тебя в голове Помещается столько Полушарий? Мы попадём на конкурс Мы увидим их Так близко Как будто они В журнале Ну, вот всё-таки Вот эта последняя фотография Вот эти вот Чья она? Да какая разница? Давайте отмечать победу Доставай Что там у тебя в пакете? Апция Это что такое? Мы же на пиво сбрасывали Морковь полезна для глаз Мне сейчас нужно Беречь зрение Оп! Гена Посмотри на меня Нет! Это точно навредит Моему зрению А если ты на меня Не посмотришь То это навредит Твоему мужскому Достоинству После стольких лет жизни С тобой Ему уже Ничего не навредит А Лен, твоя дурацкая идея С платьем провалилась У Гены Даже бровь не дёрнут Не говоря про другие части тела А А А А А А Таш, не расстраивайся Они все одинаковые Переходим к плану Б Придавим Гену шкафом И Да нет же Есть три вещи На которые каждый мужчина Может смотреть бесконечно Это как работает напарник А Как тонет поплавок И как пиво льёт стакан Тоже верно А Но я имею ввиду Футбол У меня есть Несколько дисков С матчами Подожди Ты хочешь сказать Что пока Гена Будет смотреть футбол Он не заметит Как его мяч Закатится в мои ворота Ну Практически Это не просто футбол Это новейшая Научная Разработка Здесь Двадцать пятым кадром Записана Откровенная Эротическая сцена И Получается что мужчина Смотрит обычный С виду матч Но у него пробуждается Сильное сексуальное желание Кстати Госзаказ В рамках федеральной программы Повышение рождаемости На посмотри Можешь выбрать любой Листерзаная оборона шинника Кружевные комбинации спартака Голы пропущенные между ног Я беру все Ген Ты что это решил Попрошайничать Хотя так Ты заработаешь денег Больше чем в обувном Нет Просто Ген решил Провести последние сутки С закрытыми глазами Чтоб зрение не испортилось Ну перед конкурсом Геннад А ты разве не будешь смотреть Футбол? Нет Пусть мне будет тяжело Но я же Букин Ради того чтобы Прикоснуться к мечте Да еще и третьего размера Я готов отказаться от всего Давай Давай О боже Какой дриблинг А я шлеп не по мячу Еще Ребята Еще А вы точно футбол смотрите А? Какая атака Какой набор Штрафной становится жарко Вратарь занимает позицию Вратарь меняет позицию Быстрее Быстрее Еще быстрее Удар Мне нужно навестить Лену Буквально на 5 минут А мне что делать? Ладно Пойду домой Поменяю местами Диван со шкафом Может полегчает А забил-то кто? Кто забил-то? Ой да Аж Толик Мне вчера после матча Такую серию пенальти устроил А мой так и не вышел на игру Всю ночь продрых на скамейке запасных Может ему нужен допинг? В смысле? Ну в смысле Подсыпь ему что-нибудь в еду Ты что с ума сошла? Мне придется готовить? Хорошо Есть еще один Древний способ Иглоукалывание Да и Гена с детства уколов боится Для него даже Кавказская пленница Фильм ужасов Нет, Даша Я имею ввиду акупунктуру Если мужчину Уколоть в точку пси Он моментально превращается В сексуального маньяка А где находится Эта точка пси? Ну мало ли Вдруг не туда попаду И Гена превратится В маньяк-убийцу Точка находится В труднодоступном месте Чтобы ее обнаружить Нужно положить Лекало с иголкой В центр кресла И как только Гена сядет в кресло Иголка попадет Точно куда нужно Ах, вот почему Толик вечно таскает С собой Магнитики с холодильника И елозит ими по стульям Ну да Он теперь даже в троллейбусе Сиденье проверяет Прежде чем сесть Так что с этим способом Лучше не перебарщивать Иначе паранойя гарантирована Ой, да пусть Гену хоть дурку положат Лишь бы сработало Что же случилось? У кого-то колесо лопнуло Ага Типа того Ты ведь ничего не видишь, пап? Нет Я решил не смотреть на этот мир Берегу глаза И правильно Не на что тут смотреть Слушай А у тебя случайно нет И еще клей для шин? Нет Поэтому тебе придется Нести свою подружку В автомастерскую Гена Там в подъезде Какие-то журналисты Говорят, что к тебе Они хотят взять интервью У главного ценителя Женской груди на Ураль Я вот подумала Может это Психи из дурки сбежали Даш, ты главное не думай А то перенапряжешься И снова в кому впадешь Хотя нет Важно, мне так не повезет Давай, пускай журналюка Сама уйди куда-нибудь Я хочу, чтобы мои фанатки Думали, что я Холост Проходите Газета Комсомольская грусть Можно ваши фото? Журнал дуракам везет Вы будете на нашей облушке Можно фото? Ну хорошо, хорошо Но глаза я не открою Гена А может ты сядешь в кресло А оно тебя это Стройнит Да? Ну ладно Ген Что это с тобой? Даша Мне кажется, я Ослеп Даш, ну не переживай Говорят, у слепых повышается чувствительность других органов Лена, как повысится чувствительность, если ее не было? Черт, ты вопсина Полчаса меня по помойкам водила Кормили бы нормально Водил бы по музеям Хорошо, что случайно выходя из сауны Я встретил их возле урны А прости, пожалуйста, я не расслышала Откуда ты выходил? Из сауны Из сауны Там открылась вакансия Пиар-менеджера И я хотел попарить Попиарить Ага А зарплата не устроила Директор козел и коллектив ужасный Да В морду или в пузо? В пузо Доктор сказал, что зрение вернется завтра Так это ж хорошо Чего хорошего-то? Конкурс-то сегодня, а? Кто поставил сюда эту хрень? Гена За что мне все эти наказания? Ну все не так уж плохо Тем более, слепота не мешает заниматься сексом Ты все равно закрываешь всегда глаза Как ты не понимаешь? Этот конкурс был для меня всем, всем! Я мог бы сегодня вечером оценивать женские сиськи Круглые, попругие А вместо этого приходится гладить миску третьего Четвертого размера Почему я ничего не вижу? Зато у тебя обострился сизание Ты можешь устроиться работать в магазин женского белья И подбирать его на ощупь Толик, ты гений Ты гений Пойдем скорее По дороге все объясню Пойдем Бежим скорее Бежим скорее И назнакомься. Это Александра, организатор конкурса. Приятно познакомиться. О, какая у вас нежная кожа. Это член жюри, да? А как же он будет судить наш конкурс? Он же слепой. У меня суперосизание. Я все могу определить на ощупь. Потрогав бутылку, могу определить свежее, пивать несвежим. Я не смогу вас допустить. У нас очень серьезное соревнование. Я справлюсь. Пожалуйста, я могу на ощупь отличить левый носок от правого. Мои поздравления, но вы на мне подходите. Уводите своего друга, я найду нового члену жюри. Стойте. Я вам докажу. Но вы сами меня вынудили. У вас третий размер, лифчик 95С, правая грудь больше левой на полсантиметра. На левой родинка. Действительно. Что ж, пожалуй, вы меня убедили. Гена. Молодец. Да, опять? В юности я мечтал превратиться в бюстгальтер. Но такого даже я представить не мог. Да, мне везет. Я же Гена Бугин. По-доброму завидую тебе, правда. Пощупай там парочку из-за меня. А сейчас попрошу поприветствовать председателя нашего чюри Геннадия Букина. Он потерял зрение, но его руки смогут определить победителя на ощупь. Встречайте. Человек-щупальца Гена Букин. Вход только для членов жюри. О, нет, Гена. Только не это. Итак, встречайте наших финалисток. Валерия любит пропорции, поэтому считает, что грудь должна быть такая же, как голова. Что скажет жюри? Ого. Судя по тому, что я держу в руках, голова у нее не меньше, чем у статуи свободы. Встречайте следующую финалистку. Евгения. В ее бюстгальтере может спрятаться пятилетний ребенок. Да я таких детей готов качать на руках всю жизнь. Ничего себе. Господи, спасибо, что дал мне такую возможность. Если это награда за долгие годы брака, то я согласен терпеть еще столько же. Здрасте. Гена! Гена, спасайся! Это не женщины! Да, не женщины! А я-то думаю, что вы меня сюда присащили. Вот смотри, у той блондинки, кадык вообще с голову котенка. Мужики, всем не спастись. Предлагаю бросить им на растерзание самого толстого. Кена Букин своих стриптиз-барей не бросает. Куда собрались? Ну что, суперосизатель, давай щупай. Ну, почему? Почему это были не вы? И не вы. Ай, сладенькие. Ген, ты что, опять на конкурс собрался? Мало ты вчера мужиков пощупал. Так вот, я и видел эту родинку. Что? Ты о чем? Вот об этом. Ах, об этом! Ген, ну ты попросил, я тебе и так показала. Зачем журнал покупал? Зря только деньги тратил. Хорошо, я требую объяснений. Ген, ну, давай не будем. А зачем крошную ворошить? Даша? Гена? Даша, я требую объяснений. Даша, стой!